Переход с аналогового на цифровое эфирное вещание предусмотрен в федеральной целевой программе развития телерадиовещания на 2009-2018 годы, рассказывает представитель российской телевизионной и радиовещательной сети Ирина Гордеева, будущим волонтером цифрового движения в Полевском, а сегодня студентом колледжа имени Попова. Именно на этих молодых и продвинутых полевчан возлагается ответственная миссия – завести цифру в каждый дом и на каждый телевизор. Была построена совершенно новая цифровая телесеть, которая обеспечивает жителей Свердловской области 10 каналов, как минимум 10 каналов в отличном цифровом качестве. К концу области таких каналов станет, к концу года, прошу прощения, таких каналов станет 20. Итого в нашей области 20 телеканалов совершенно бесплатно будут доступны жителям нашего региона. Это действительно большое благо и прорыв, можно сказать, что эра цифрового вещания. Полномасштабный запуск цифрового эфирного телевещания стартует с 1 января 2019 года. В это же время начнется сокращение аналогового сигнала, декларирует Ирина Гордеева. Цифровое вещание позволит людям получить бесплатный доступ к 20 телевизионным и 3 радиоканалам в хорошем качестве. Но к встрече с цифрой зрители должны быть готовы прежде всего технически. Большое внимание, как правило, уделяется подключению старого телевизора. Для того, чтобы подключить старый телевизор, необходимо в приставку, приставку с этими тюльпанами, которые, как правило, идут в комплекте, с телевизионным устройством. Соединяются по цветам, по цветовым индикаторам, как в приставке, так и в телевизионном устройстве. Затем в приставку подключается антенна и кабель, комнатная антенна. И далее управление идет в культик приставки. Да-да, вы не ошиблись. Если ваш домашний телевизор приобретен до 2013 года, то вам потребуется дополнительно установить специальную цифровую приставку, а еще дециметровую антенну. Возможно, усилитель и соединительный кабель. Вот он, секрет бесплатного телевещания. Но приобретение пользовательского оборудования для приема цифрового эфирного сигнала – разовая процедура. А вот если вы обладатель современного телевизора, который поддерживает стандарт цифрового вещания с тюнером DVB-T2, то покупать отдельную приставку не понадобится. Вам останется лишь настроить телевизор на прием новых каналов. Если вы видели рядом с логотипом телеканал, допустим, это первый канал, то это значит, что вы телеканал смотрите в аналоговом формате. И до конца 2018 года вам необходимо принять меры для того, чтобы в 2019 году, после новогодних праздников, вы продолжили смотреть телеканалы. Один из самых простых, доступных способов – это перейти на цифровое вещание. Что касается кабельных каналов, спутниковых операторов связи и местных телекомпаний, как, например, наши коллеги, то вещание сохранится, но не пропадет. Касается только аналоговых каналов. То есть, еще раз, если вы увидели рядом с логотипом федеральных телеканалов букву А, то это значит, что каналы смотрите в аналоговом формате. И, возможно, после Нового года он прекратит свое вещание. Сегодня в Полевском уже построена одна станция приема телевизионного вещания. Именно на нее необходимо направлять все дециметровые каналы для того, чтобы смотреть телевизионный продукт в отличном качестве. По словам представителя РТРС Ирины Гордеевой, сигнал охватывает как городской округ, так и сельские территории. А вот две жительницы поселка Мраморский, приехавшие сегодня на обучающий семинар «Цифровое ТВ для граждан», настороженно воспринимают всю информацию и признаются, что не торопятся отказываться от пусть и платного, но спутникового и кабельного телевидения. Я бы по-старому все оставила. По-старому? Я нет. Потому что у нас очень много пенсионеров, очень много бабушек. Ну что они вот это разберутся? Ну, зато для бабушек бесплатно. Ну, конечно, дети у нас есть, позовем. Ну, зато цифровое оно бесплатно. Да, вот видишь, Лиля, мы сейчас ехали и нам сказали, что он не раз эту приставку возил и в ремонт, и всякое, и менял, и, а одни вообще купили вот недавно, ничего сделать не могли. Весь мрамор побывал, делали и не могли, сдали ее обратно. Еще один момент в цифровом вещании – это то, что если сигнал в вашем доме принимается через цифровую приставку, то кино или новости можно будет смотреть только по одному телевизору. Здесь действует принцип – одна приставка, один телевизор. Это самый оптимальный, удобный и простой способ для того, чтобы смотреть эти каналы в отличном качестве. Так же, как и кабельные операторы, вот в Полевской, это все-таки кабельный город, здесь большое количество кабельных операторов и местных телеканалов. Поэтому здесь желание, возможность смехтить зрителей, что они предпочитают. Допустим, у вас есть второй телевизор, один, и вы на спутник, либо на кабеле, а второй телевизор вы можете на бесплатно цифровые каналы подключить. Максим Хлопов, студент радиоколледжа, выслушав всю информацию и получив подробную инструкцию по применению цифры, задумался сразу над несколькими вопросами. Это как-то, мне кажется, не особо большой шаг от налогового телевидения, потому что, ну, даже взять погодные условия, мне кажется, есть какой-нибудь сильный ветер или что-нибудь еще, антенна опять же сдует, и опять будет плохой сигнал, и опять же бабушка не пойдет, если, к примеру, антенна на улице. Ну, и подключение, не знаю, то есть сейчас у большинства людей есть интернет, то есть подключение, даже у бабушек есть интернет, потому что там как-то родственники пытаются связываться с родителями, и при подключении того же интернета многие провайдеры делают телевидение бесплатным. И как бы в чем преимущество, тогда я не знаю. Ксения Балденкова, Алексей Карипанов. Новости. Твой день.